Слобожанский оркестр Делятся опытом с молодыми оркестрантами, а с другой стороны подпитываются их же молодой энергией. По словам музыкантов, именно поэтому в оркестре всегда царит хорошее настроение и веселая, почти праздничная атмосфера. Десять лет – это большой срок, и маленький, и большой срок. И начиналась инициатива создания вообще в городе такого оркестра, она назревала уже давно. И инициатором нашего оркестра была кафедра духовых инструментов Института искусства во главе с профессором, заслуженным деятелем искусства Гарри Артушевичем Абаджаном. Он является художественным руководителем, директором оркестра, бессменным директором вот уже 10 лет. Еще одна интересная особенность оркестра. С ним часто работают иностранные дирижеры. Сейчас его возглавляет молодой американский дирижер Гавриэл Хейне, выпускник Московской и Питерской консерваторий. А первым иностранцем в жизни слопожанского оркестра был англичанин Дэвид Драмонд, с которого, собственно, и началась история этого музыкального коллектива. Долгое время оркестром руководил Рашид Нигматуллин. Работали также дирижеры из Германии и Аргентины. За 10 лет своего существования оркестр, конечно же, участвовал в самых разных музыкальных конкурсах и фестивалях. Этим летом музыканты уже в пятый раз собираются на гастроли в Испанию, где их принимают не просто тепло, а со всей свойственной испанцам пылкостью и темпераментом. А что же дома? А дома, то есть в родном Харькове, все как обычно. Проблемы, которые тянутся из года в год, и никак не решаются. Оркестр состоит на бюджетном финансировании. Соответственно, зарплата музыкантов, получивших высшее образование у лучших профессоров Харьковской консерватории, не составляет даже прожиточного минимума. Дальше больше. Оркестр не имеет не только своей постоянной сцены, в отличие от коллективов филармонии или оперного театра. У него нет даже собственного помещения для репетиций. Сейчас музыканты репетируют во Дворце студентов, но не знают, будет ли у них такая возможность после возвращения с летних гастролей. Причины просты. На Западе существует давняя практика поддержки творческих коллективов спонсорами и меценатами. У нас же то ли спонсоров на всех не хватает, то ли слишком далеки харьковские новориши от симфонической музыки. И в очередной раз приходится с горечью констатировать – нет пророка в своем харьковском отечестве.